МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня. Корреспондент ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях региона. В студии Татьяна Штеллер. В начале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в Бугруслане. Погибли мать и двое детей. Блистательная победа. Оренбургская спортсменка Ищеулова стала чемпионкой Европы по пароплаванию. Открыли купальный сезон раньше времени. Оренбуржцы спасаются от жары в водоемах. Требуются специалисты по маникюру и администраторы салонов красоты. В России наблюдается рост вакансий в бьюти-сфере. Награды оренбургским семьям. В Золотом зале правительства области чествовали многодетные пары. Почтили память героев. В Оренбурге прошел концерт, посвященный подвигу казахского народа в Великой Отечественной войне. Виктория значит победа. 16-летняя орская пловчиха Виктория Ищеулова стала чемпионкой Европы по пароплаванию в Португалии. Наша землячка уверенно выиграла дистанцию 100 метров на спине. Соревнования проходят в Фуншале, столице острова Мадейра. Ищеулова член паралимпийской сборной России перед Токио демонстрирует блестящую форму. В марте на Краснодарском чемпионате России Виктория завоевала 4 медали, при этом установив мировой рекорд на 100-метровке батерфляем. После чего в составе национальной команды прошла интенсивные тренировочные сборы в подмосковном Раменском. В копилке Арчанки уже есть награды серьезнейших взрослых турниров. Две бронзы чемпионата мира в Лондоне, медали Кубка мира. Теперь вот европейское золото. С самого начала заплыва Ищеулова захватила лидерство и только наращивала преимущество. Она финишировала с огромным отрывом, почти на 6 секунд быстрее приплывшей второй украинке Денисенко и попутно установив новый рекорд России. На церемонии награждения, слушая национальный гимн, Виктория с трудом сдерживала эмоции. И вот молодая звезда Виктория Ищеулова. Ей всего 16 лет. Абсолютный восторг от ее золотого выступления. Какая техника. Фантастический пловец. Ищеулова мастер спорта международного класса. Занимается в Орской дюж «Надежда» под руководством заслуженного тренера России Ирины Симаковой. Виктория успешно владеет всеми видами плавни и в Португалии еще поборется за медали. В третий день чемпионата Европы она поплывет стометровку. Батерфляем. К печальным событиям. Пожар унес жизни трех человек. В Бугруслане сегодня утром загорелся частный дом. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и Следственного комитета региона. Информация о возгорании поступила примерно в 8 часов утра. Через 2 часа огонь удалось полностью ликвидировать. Во время тушения спасатели обнаружили тела троих человек. 39-летней женщины, хозяйки дома и двух ее малолетних детей. На место выехала следственная группа. Им предстоит провести детальный осмотр сгоревшей постройки и установить все обстоятельства произошедшего. Отметим, что на борьбу с огнем было направлено 25 человек личного состава и 10 единиц техники. О причине пожара пока ничего не сообщается. К другим темам. Жаркая погода и комфортная температура воды. Как следствие, оренбуржцы открывают купальный сезон еще до официальной приемки пляжей. Приходят на необследованные водоемы семьями и зачастую забывают, чем это грозит. А между тем, цифры статистики гибели на воде с каждым днем увеличиваются. Подробности у Анастасии Кубатко. Время обеда пляж на берегу Урала больше похож на курорт. Пока одни только загорают, а другие вовсю пробуют лето на вкус. Точнее, водную гладь на безопасность. Ведь погода располагает. Погода такая хорошая, надо использовать лето. Поэтому пришли. На свой страх и риск? Да, страх и риск. И таких смельчаков здесь десятки. Официально купальный сезон в регионе еще не стартовал. Тем не менее, освежиться хотят как взрослые, так и дети. Грязный берег не пугает. Мутная вода, необследованное дно и отсутствие спасателей. Тоже не помеха. Большинство опасностей здесь не видят. Только отшучиваются. Но все-таки, смотрите, идиоти наступили на стекло. Обработали. Ну вот сейчас только достал стекла, бутылки вон, повыложил. Расколотые. В детстве на этом выросли. Босиком бегали. Раны, ссадины и заражения. Пока одни рискуют попасть в больницу. Другие из-за желания искупаться. Расплачиваются жизнью. Количество погибших на водоемах. С наступлением жары растет. Только накануне вода унесла жизнь еще одного жителя Оренбургской области. Как итог, две смерти сначала жаркой погоды. И, как говорят спасатели, причины трагедии в каждом случае одни и те же. И не меняются год от года. Это вот употребление спиртных и в жаркую погоду, то есть вот перепад температуры зачастую вызывают там всякие сердечные, в общем, приступы. Мы сейчас наблюдаем тоже, что тут, во-первых, окончание учебного года. Вот много несовершеннолетних, школьников, там, учащихся в других заведениях приходят, купаются. Тоже не всегда их подготовка, вот умение плавать соответствует времени. С этого года в Оренбургской области в силу вступил новый закон. Люди, которые купаются в недонадлежащем месте и в ненадлежащее время, при установке запрещающих на то знаков, будут привлечены к административной ответственности. Максимальный штраф до двух тысяч рублей. Анастасия Кубаткова, Владислав Горбунов, Новости дня. Календарное лето еще не началось, а оренбуржцы уже изнывают от жары. Несколько дней столбик термометра, днем поднимается выше 30-ти градусной отметки. Как горожане переживают раскаленный май? Своими секретами поделились с нашей съемочной группой. Самые интересные ответы далее. Водичка, панамочка. Ну, водичку почаще пить. И все так вот. Ну, Урал, пожалуйста, вон там, вот, оборудованные пляжи. Пожалуйста, купайтесь. Наверное, больше находиться дома под кондиционером или куда-нибудь в холоде ехать. А мы никак не спасаемся. Мы вот работаем по такой жару. Прохладный душ и напитки прохладительные. Побольше находиться в прохладе, пить холодную воду. Для меня жара очень тяжело. Никак. Я сейчас иду с работы, а куда одеваться? Сидеть дома под кондиционером. Ну, не выходить из дома часов с 12 до 4. Я так понимаю, когда самое жаркое время. Вот и все. Спасаться и подносить головной убор. Пейте больше воды и шляпу носить. Оренбуржцы не припомнят такого жаркого лета. Большинство, а это 60% опрошенных, признаются, что пережить зной помогают прохладительные напитки и охлаждающий душ. 30% оренбуржцев стараются держаться поближе к кондиционеру и на улицу не выходят без головных уборов. 10% респондентов говорят, что рады теплым дням и стараются максимально насладиться солнцем и зарядиться витамином D. Это новости дня. Вот что будет далее в нашей программе. Требуются специалисты по маникюру и администраторы салонов красоты. В России наблюдается рост вакансий в бьюти-сфере. Награды оренбургским семьям. В золотом зале правительства области чествовали многодетные пары. Почтили память героев. В Оренбурге прошел концерт, посвященный подвигу казахского народа в Великой Отечественной войне. Это новости дня. Мы продолжаем. В апреле число вакансий в бьюти-сфере выросло на 22%. Об этом пишут известия. Аналитики связывают такой рост с предстоящим пляжным сезоном. Вакансии выросли в группе профессий фитнес-салон красоты. Наиболее востребованы у работодателей парикмахеры и мастера маникюра. На вакансии стилистов по волосам приходится 35% всех объявлений. Специалистов по маникюру – 23%. Администраторов салонов красоты, парикмахерских и соляриев – 15%. Реже ищут массажистов – 7% и косметологов – 2%. Сильнее всего заметен рост количества подобных вакансий. В Саратове – плюс 46%, в Челябинске – плюс 40%, в Омске и Ставрополе – плюс 37% по отношению к февралю этого года. Не сказать, что такая тенденция наблюдается во всех городах России. Так, например, в Томске активность соискателей в бьюти-индустрии за последние два месяца уменьшилась на 33%, а в Сочи она выросла на 42%. По медианным зарплатам в сфере красоты лидирует Москва и Санкт-Петербург. В столице можно заработать в среднем 50 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 45 тысяч, что на 13% больше, чем зимой. Траты горожан в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23%, до 4 миллиардов рублей. И сейчас к курсу валют стоимость доллара и евро вновь нестабильна. Данные Центробанка России сейчас на вашем экране. Награды семьям Оренбуржья. Сегодня в Золотом зале правительства прошла торжественная церемония. Победителям всероссийского конкурса «Семья года» и областного «Лучшая многодетная семья» вручают автомобили и сертификаты на приобретение бытовой техники. Заслуженные подарки получают 10 семей. Семья Мурзиных получает заслуженную награду. Они победители всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья». Андрей и Татьяна воспитывают троих сыновей. Он спортсмен, она учитель. Дружная и счастливая семья впервые принимают участие в конкурсе. Победа стала для них приятной неожиданностью. Очень много семей было достойных. Очень, конечно, рады. Очень такое большое событие в нашей семье. Потому что мы в первый раз принимаем участие в таком конкурсе. В зале победители областного конкурса «Лучшая многодетная семья» и вручают ключи от отечественных автомобилей. Сергей и Татьяна Бураковы – военные. Оба награждены медалями за отличие в военной службе. Воспитывают четверых детей. Они те, кто ценят и знают историю своих предков. Моя бабушка ушла хирургической сестрой на фронт. И на столе во время операции она увидела, что оперирует своего отца. Выходила, а по дороге домой его комиссовали поезд, разгромили немцам. Все мы это представили на сцене. Потом была просто наша семья, песни, танцы. Областной конкурс на «Лучшую многодетную семью Оренбуржья» проводится с 2004 года. За это время в нем приняли участие около двух с половиной тысяч династий. Во всероссийском конкурсе оренбуржцы участвуют уже шесть лет. Каждый год завоевывают победу в одной из номинаций. Дорогие родители, я благодарю вас за ваш труд, который не знает выходных и отпусков. И поздравляю с победой в конкурсах. Пусть в ваших семьях всегда царят счастье и достаток, а дети будут здоровыми и порадуют вас своими успехами. Поздравляю вас. Оренбуржскую область на окружном фестивале «Успешная семья при Волжье» в этом году представят Мусаевы из Гайского городского округа. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня. Оренбуржье вошло в топ-5 регионов России по доступности интернета и стало первым среди регионов по Волжье. По подсчетам, у 86% оренбургских семей есть доступ во всемирную сеть. И это не предел. Как заявляют в региональном министерстве цифрового развития и связи, борьба с цифровым неравенством – одно из приоритетных направлений работы. Телефонную связь, интернет и цифровое телевидение проводят к учреждениям и населенным пунктам. Особое внимание отдаленным поселкам, в которых проживают менее 500 человек. Только с начала года современными оптоволоконными линиями связи обеспечили 7 населенных пунктов. Это около 2000 домохозяйств. Во втором квартале запланировано 5 населенных пунктов области, в котором находится 1600 домохозяйств. Используются технологии JEPON – это современные технологии доведения оптики в каждый дом, в результате которой абонент получает скорость доступа в сети интернет до 1 мегабита, а также IP-телефонию и IP-ТВ. В малых населенных пунктах по-прежнему большую роль играют почтовые отделения. Их более 900 по всему региону. Сейчас здесь можно не только получить письма и газеты, но и приобрести товары, совершить простые финансовые операции. Продолжают активно использовать таксофоны, с которых можно позвонить на любой российский номер или бесплатно вызвать экстренные службы. Один из самых обсуждаемых вопросов при этом – когда в Оренбурге появится 5G-интернет. В Минцифре заявили, что это уже не фантастика, хотя острой необходимости нет. Технологии 4G, LTE на данный момент более чем удовлетворяют потребности населения. Почтили память героев. В Оренбурге прошел концерт, посвященный подвигу казахского народа в Великой Отечественной войне. Организовала концерт Оренбургская региональная казахская национально-культурная автономия при поддержке благотворительного фонда «Байтерек». Подробности далее. Национальная музыка и известные песни военных лет, а также танцы, театральные сценки, короткометражные фильмы. На сцене ДК «Россия» дети и взрослые, творческие коллективы из Оренбурга и Орска. В зрительном зале специальные гости из Самары, Омска, Казани, Кургана, Новосибирска, Саратова. Руководители отделений Федеральной национально-культурной автономии казахов России. А также оренбуржцы, среди которых много молодежи. По словам организаторов, для подрастающего поколения концерт особенно полезен. Сейчас мы в современных реалиях видим, что история переписывается. И в других республиках Советского Союза считают уже советского солдата не защитником, а оккупантом. Мы хотели бы, чтобы наше подрастающее поколение, оно знало правду, знало о том, что советский солдат, он защищал родину, он боролся с фашистскими захватчиками. Особое место для выставки, посвященной героям войны. На стендах портреты и биографии участников боевых действий, тружников тыла, героев Советского Союза и орденоносцев. Всех, кто внес свой неоценимый вклад в подвиг казахского народа в Великую Отечественную войну. Сегодня многие сами не знают, что есть такие герои. И что они выросли и совершили подвиг во благо всего народа, российского, высшего Советского Союза. Поэтому мы гордимся такими нашими предками, дедами и хотим, чтобы все мы жили в мире и согласии. В Великую Отечественную войну казахи вместе с другими народами СССР сражались на фронте. После ее окончания 96 представителей казахского народа были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них два уроженца Оренбургской области. Также двое являются полными кавалерами Ордена Славы. Это пока все о развитии событий в ближайших выпусках. Вернуться к обзору новостей можно на нашем сайте media56.ru. Присоединяйтесь к официальным группам ОРТ в социальных сетях. Далее вас ждет прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде не только». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин